Без их участия не обходится ни одно масштабное мероприятие в городе. Бойцы невидимого фронта, дружинники, делают неоценимый вклад в жизнь города. За прошедший год около двух тысяч раз народные дружинники осуществляли охрану правопорядка на различных мероприятиях с массовым пребыванием людей. Особенно востребована была помощь дружинников в период реализации проекта «Рязань. Новогодняя столица России-2020», который проходил с 7 декабря 2019 года по 7 января 2020 года на 15 крупных площадках областного центра. При патрулировании совместно с сотрудниками полиции функция дружинников состоит в том, что они как бы уже изначально являются свидетелями административных правонарушений, которые совершают наши граждане на улице и соответственно этим помогают. Основная деятельность народной дружины проходит в тесном взаимодействии с органами внутренних дел. Для оказания помощи сотрудникам полиции ежедневно по городу Рязани на дежурство выходит 10-15 дружинников. В рамках дежурств дружинники оказывают помощь участковым и полномоченным, сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних и патрулируют территорию города с сотрудниками ППС. Это образование официальное, заступают они ежедневно, почти каждый день, кроме выходных. И соответственно несут службу взаимодействию с сотрудниками. В 16 часов развод. Полицейские озвучивают моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Дают ориентировки по пропавшим людям и угнанным машинам и каждый из дружинников отправляется на свой пост. С марта 2016 года существует народная дружина города Рязани, в составе которой есть отряд ветерана МВД, в частности по советскому району города Рязани. Я являюсь командиром этого отряда. Вот у меня 6 человек дружинников. В 2019 году за совершение административных правонарушений дружинниками задержано около 60 человек, раскрыто 7 преступлений. В органы внутренних дел передано более 150 информации о совершении противоправных деяний. Ну, наверное, свою жизнь посвятили мы охране правопорядка, ну, работа с ветеранами. Я же являюсь председателем ветеранской организации советской, отдела МВД России по советскому району города Рязани. Прочно вошло в практику работы народной дружины регулярное проведение профилактических мероприятий не только совместно с полицией, но и с другими правоохранительными органами. Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Рязанской области в части профилактики совершения повторных правонарушений лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. И с Рязанским линейным отделом МВД России на транспорте по проведению совместных профилактических мероприятий на железнодорожных вокзалах города и прилегающих к ним территориях. Чтобы стать дружинником, нужно обратиться к своему участковому. Он подскажет, какие документы собрать и куда написать заявление. Тем более, что с каждым месяцем желающих вступить в ряды народной дружиной все больше. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».